Мы, как истинные трудящиеся все майские праздники, проводим на грядках. Вместе с нашим постоянным экспертом Сергеем Кудрявцевым мы высаживаем лук-сивок, а заодно и обсуждаем большую проблему дефицита лука для Самарской области. Здравствуйте! Здравствуйте, Марин! Овощевод-любитель трудится продавцом-консультантом в магазине для дачников. С дефицитом посадочного материала столкнулся лично. Досконально изучил ценовую политику, объем и ассортимент лука-сивка, поступивший в Самарскую область в этом году. В этом году проблемы с луком и с голландским в особенности, да и с российским. Неурожай в России, укороченные поставки из Голландии сказались и на цене, и на количество лука. Многие так и не поставят в этом году своего лука. Цена на российский и импортный сивок в этом году составила 300 рублей за килограмм. К середине апреля лук полностью исчез с самарских прилавков. Сельчане, которые привезли в город свои запасы, уменьшили луковое горе, но цену не сбавили. На своем дачном участке в Кенельском районе уже 15 лет овощевод сажает лук голландской селекции под названием «Золотистый семка». Преимущество гибрида – ровный калибр, отменная лёжкость, неострый вкус, скороспелость. Он ранний, то есть вот если мы сейчас будем сажать лук, то 25-го примерно июля мы уже будем, получим уже товарную луковицу. Ну, уборку, конечно, будем производить в начале августа, а вот, в принципе, товарную луковицу уже получим в 20-х числах июля. Дачник никак не обрабатывает семена перед пассивом. Качество этого лука гарантирует отменные условия хранения. Всего 5% от массы выбраковывается, остальное идет в грядку. Овощевод-любитель сеет лук строго по линеечке. К тому же пользуется планчатым маркером. Сказывается советская школа агротехники, которую Сергей прошел на огороде у знатного луковода. Тестя занимался луком в Челновершинском районе. У них всегда был урожай лука, либо хороший, либо очень хороший. Даже в 2010 году у них был реальный урожай. Вся технология была от начала до конца, получение семечек, жемчик, как они называли, потом севка. Они также хранили его неплохо. То есть там отработанная система, которая редко давала сбои. Расстояние между луковицами у меня составляет 10 сантиметров. Классическая форма посадки лука. Расстояние между строчками 20 сантиметров. Впоследствии здесь будет располагаться капельная система, капельные линии между двумя рядами. Итого две линии на четыре ряда. Каждая капельница будет обслуживать четыре луковицы. Капельный полив для луковой грядки овощевод включает всего 3-4 раза за сезон. Это повышает урожайность на 30-40%. За месяц до уборки урожая, то есть это где-то в начале июля, любые поливы лучше прекратить. Для того, чтобы луковица набрала сухие вещества и хорошо хранилась. Удобрения комплексные, органоминеральные, дачник вносит дважды. Весной перед посадкой и осенью после уборки урожая. Нехитрая агротехника позволяет Сергею Кудрявцеву выращивать репчатый лук весом в 200 граммов. Так вышло, что мне в этом сезоне лука севка не хватило. И мне пришлось эту проблему решать по-своему. О том, как это произошло, сейчас я телепортируюсь в Красноярский район к себе на дачу. А вам желаю хорошего лукового сезона. Спасибо. Я пошла. Отсутствие лука севка на прилавках специализированных магазинов меня не расстроило. Я тут же купила семена лука чернушки и посеяла у себя дома на рассаду. И вот сейчас как раз настало то самое время, когда я буду высаживать свою рассаду в грядку. Перед посадкой рассаде репчатого лука надо обязательно сделать короткую стрижку. Для того, чтобы сейнец всю свою жизненную силу тратил на формирование подземной части, корней и луковицы. Перед посевом стоит хорошенько взрыхлить и причесать землю. У гибрида голландской селекции много врагов, желающих полакомиться его сочной и сладкой мякотью. Среди них грызуны, медведка, в моем случае личинка майского жука. Предитель кушает в земле всякие корни, питается рассеянием. Размечаю бороздки. Расстояние между ними примерно 30 сантиметров. Моя цель вырастить гигантский лук-репку, поэтому дадим нашим сеянцам побольше простора. И еще из того, что я вычитала в интернете, так как сажаю я этот лук впервые. В интернете написано, что элитная голландская селекция очень любит плодородные почвы. Поэтому я выбрала грядку, в которую еще с осени внесла перегной, минеральные удобрения, скорлупу, чтобы медведка не ела сладкие корнеплоды. И еще при посадке очень многие рекомендуют сыпать в каждую лунку за лу. Мы так и сделаем. И вот, наконец, наступает самый ответственный момент – разделение тонких, как волосы, сеянцев. Процедура для корней совсем еще юного лука выглядит жестоко, но специалисты уверены, что это хорошо стимулирует образование новых корешков. Вот так вот выглядит рассада полуторамесячного нашего будущего гиганта – лука-эксибишин. Посадка производится в пасмурную погоду или утренний-вечерний период, чтобы солнечные лучи не сожгли нежные корешки лука. Достаточно конительная и трудоемкая работа. Она мне напоминает чем-то пикировку петунии, которую многие очень не любят огородники. Теперь остается накрыть парником, и через неделю уже можно поливать. И, как говорят бывалые, что этот лук требует много подкормки, азотные удобрения. Чтобы вырастить эксибишин, головку 800 грамм до килограмма, ему требуется каждую неделю, чуть ли не каждые две недели, азотные удобрения подкормки. Вот и все. Посмотрим, насколько эти труды оправдают себя. Об этом мы обязательно покажем в следующих выпусках.